МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Особое внимание уделяют дворам, проездам и автомобильным дорогам. А ведь спасатели предупреждали. В прошлую среду школьник из Голицына вернулся домой с необычными новостями. Лед еще не окреп, друг угодил в полынью, а он успел протянуть ему руку. Подростки проверили свои знания по истории. В Москве состоялся военно-патриотический диктант. Один из вопросов мы решили задать нашим жителям. Какой будет обновленная поликлиника в Перхушково? Ждает ли татарковская амбулатория, кабинета УЗИ? И когда в гусарской балладе появится долгожданная больница? На эти вопросы в прямом эфире ответил главный врач Одинцовской областной больницы. В Доме культуры «Солнечный» прошел окружной этап Всероссийского фестиваля народного творчества «Душа баяна». Мы решили поинтересоваться у горожан, играют ли они на музыкальных инструментах. Самым-самым музыкальным я считаю тромбон. А играли когда-нибудь? Нет. А на каких играете? Ни на каких я не играю. Я играю только на нервах учеников своих. Я не играю ни на чем, но жалею всю жизнь, что не научилась играть на гармошке. Я из Вологодской области. Внук у меня учится в Днесинске, как раз на скрипке. Самый музыкальный, самый трогательный. Выразить может все. Нет, я не играла, но почему-то вчера я видела, мне кажется, это какая-нибудь труба. Да, ну не знаю, фортепиано очень красивое. Эти и другие новости в свежем номере Одинцовской недели. Бумажный вариант газеты можно взять на фирменных стойках, а электронную версию на сайте. С вами была Олеся Лукина. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова